Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак, и мы продолжаем цикл наших видеоблогов под названием «10 шагов к созданию сериала». Сегодня мы перейдем на следующий этап, седьмой этап, он называется съемочный период. Итак, съемочный период. Представим, что вы уже замоторились, значит, команда подготовилась, начала съемку, вы уже находитесь в самом центре событий, то есть то, чего вы так долго ждали, то есть идут съемки. Что важно знать в этот период? Будь вы генеральным продюсером, будь у вас целый штат продюсеров, очень важно разбираться в основах планирования, потому что планирование, именно второй режиссер по планированию, даже если он совмещает свою работу на площадке, либо он это делает отдельно, в больших сериалах это всегда отдельный человек, который просто сидит там или дома, или в офисе, который занимается планированием, когда что будет снимать. То есть что такое работа планировщика, второго режиссера по планированию? Значит, он берет все вводные данные, значит, график актеров, график локаций, сценарий, готовность всех департаментов и собирает это вот в такую, как называется, карту, по которой КПП, по которой мы видим, что, условно говоря, 12 апреля мы снимаем все сцены в каком-нибудь гараже, пусть это сцены из разных серий, но вот мы снимаем гаражи, потому что у нас тогда тот актер, у нас есть локация всего лишь на два дня, например, и так далее. Азы планирования, каким бы вы ни были продюсером, вы должны знать. И самое главное, вы должны знать несколько цифр. Что в результате? В результате вы должны знать очень важный параметр, это средняя выработка, так называемая. То есть сколько полезных минут из вашего сериала в среднем снимает группа. То есть, возможно, сегодня она снимает какой-нибудь взрыв в школе, и, возможно, сегодня она снимет всего лишь три минуты, потому что там все очень сложно, пожарные машины приедут, школа не всегда готова, нужно, чтобы приехали пиротехники, каскадеры, чтобы все это взорвалось. Возможно, это снимается две минуты. А завтра, возможно, разговор за столом в кафе снимается, например, 15-17 минут. Так вот вам важно знать, сколько в среднем вы будете снимать, то есть средняя выработка за день. В Украине снимают серию за три дня, обычно у нас, в принципе, примерно так же. То есть где-то 15 минут – это средняя выработка в сериале. Вот к этой цифре вы должны стремиться, потому что снимать можно бесконечно долго. Это не советское кино, где снималось вот сколько надо режиссера, столько и снимается, да, потому что ваша смета может выдержать только определенную выработку, соответственно, определенное количество смен в съемочном периоде, определенное количество денег, техники, людей, ресурсов. Соответственно, вы должны определиться, например, мы снимаем там 14 минут средняя выработка, например, это, например, там сериал, там 12-серийный, где-то там 20 с чем-то. Например, вы берете 22 смены, например, там 24. В голове у себя вы должны держать там 2-3 смены на всякие непредвиденные вещи, а они всегда происходят, их даже трудно назвать непредвиденными. Ну, то есть условно вы там берете, например, там 26 смен. И вот в этот съемочный период вы должны уместиться. У нас в Казахстане обычно снимают 6-1, что это означает. Это значит, что 6 дней подряд вы снимаете, один день выходной. Выходной не обязательно выходной день, как у всех. Он может быть вторником, там, средой, пятницей и так далее. То есть 6 дней, 6 смен, каждая смена по 12 часов. Не по 8, а именно по 12. У нас так считается работа, да. То есть в общей сложности с подготовкой, со сбором, с демонтажем получается около 14 часов. Соответственно, в таком графике люди, ну, как бы работают, могут работать довольно-таки продолжительное время. Если у вас маленький сериал, вы продюсер небольшого сериала, небольшим количеством смен, вы, в принципе, конечно, в целях экономии или в целях там сроков срочных вы можете группу попросить, там, не знаю, договориться, чтобы была переработка, то есть больше, чем 12 часов. Ну, во-первых, надо понимать, что это всегда вызывает конфликты, переработка. Во-вторых, если у вас длинный сериал, вот как мы сейчас, да, мы снимаем там 4 месяца, 2 юнита, да, большой сериал, 70 серий, то вам не выгодно, чтобы была переработка. Почему? Потому что если человек перерабатывает, он все равно его ресурс исчерпаем. То есть если вы заканчиваете, например, через неделю, то это одно, ему надо сделать рывок и закончить. Но так как он у вас будет работать 4 месяца, сегодня он переработает, завтра переработает, послезавтра он придет там на трясущихся ногах, а потом через неделю он уже не сможет работать. Опять-таки каждый специалист должен рассчитывать свое там здоровье, свое состояние так, чтобы на 4-5 месяцев не выпасть из строя. Конечно, случается всякое, люди выпадают, болеют, там находятся замены. Это ваша работа как продюсера, во время съемочного периода все это как бы сгладить. То же самое касается и питания. Питание желательно, даже если вы нашли где-то питание, которое там в 2 раза дешевле и там как вам кажется вкуснее. На самом деле надо понимать, что люди привыкают к определенной кухне, и когда вы нанимаете кинокорм, так называемый, то должны учитывать мнение людей. Кинокорм это не обязательно, что вот вкусный один раз. Это должно быть вкусно в обед, возможно, даже на полнике, постоянно в течение полугода, например. Поэтому нужно выбирать только проверенные компании, которые обеспечивают питание. В том числе, чтобы никто не отравился, потому что если у вас отравится вся группа, то это катастрофа для вас. Что еще важно помнить в съемочном периоде? В съемочном периоде важно поддерживать атмосферу в коллективе. Это не всегда означает, что нужно выступать с какими-то мотивирующими речами и так далее. Если сериал снимается больше двух недель, то никакие мотивирующие речи не помогают. Они вообще выглядят немножко пустой болтовне, потому что люди работают, представьте себе, по 14 часов в день. Не нужно им лишнего ничего говорить. Не нужно их на какие-то подвиги сподвигать. Им просто нужно обеспечивать ресурсами так, чтобы люди могли спокойно работать. Да, они киношники, они так привыкли. Опять-таки это мое субъективное мнение. Я придерживаюсь того, что нужно смотреть, все ли в порядке примерно, и реагировать, если какие-то есть форст-мажорные обстоятельства. И тогда атмосфера в группе может быть нормальной. Кроме этого, вам нужно помнить, как я уже говорил в предыдущих блогах, вы должны быть внутренне готовы уволить любого члена группы. Если для проекта, если для группы от человека исходит какая-то проблема, вы должны быть готовы его уволить. Поэтому, соответственно, любимчиков или людей, которые являются неприкасаемыми, у вас быть не должно. Если же есть люди, а так обычно бывает, среди группы, на которых вы опираетесь и рассчитываете, то спрос с них должен быть даже больше. Вы привыкли работать с этими людьми? Я, в принципе, так делаю. То есть я из проекта в проект приглашаю тех людей, с которыми мы до этого уже комфортно работали, все было нормально, не было претензий к качеству работы. Но на них же тогда и дополнительная ответственность. Потому что от них я уже жду определенного отношения ко всему. К имуществу нашей компании в группе, к дисциплине, к тому, чтобы они в том числе поддерживали правильную рабочую атмосферу в группе. Я подчеркиваю это, потому что нужно, чтобы была рабочая атмосфера. Не когда все улыбаются и там с светящимися, с блестящими глазами идут и работают и как бы воодушевлены чем-то. Нет. Рабочая атмосфера – это каждый, когда знает свое дело и каждый его выполняет. Ну, в длинном съемочном периоде, по крайней мере, в сериальном производстве, это очень важно. В то время, когда продолжается съемочный период, очень важно помнить вам, как продюсеру нужно контролировать договора. Если договора с группой, в принципе, это не самое страшное, то договора с актерами – это очень важная часть. Потому что надо понимать, что, в принципе, наверное, специалистов из группы, что тоже является проблемой, еще как-то можно заменить, то актер, который заявлен у вас уже в нескольких сериях, то его заменить очень трудно. Даже если очень хочется его уже уволить, он, не знаю, как-то себя ведет неправильно и так далее, то есть, но его уже невозможно заменить, потому что вы уже очень много сцен с его участием сняли. Хотя, расскажу вам так, что почти в каждом проекте, в начале каждого проекта, бывают ошибки режиссеров, и мои в том числе, по кастингу. И очень часто первые 3-4 дня, когда я получаю материал на монтаже, я там меняю одного-двух актеров. Такое бывает почти в каждом проекте. Для меня это уже стало обыденностью, и для группы уже они, в принципе, как бы примерно привыкают. Конечно, каждый раз – это шок. Как так? Заново? Мы уже снимали. И актер как-то немножко в таком состоянии находится. Но такое происходит. И вы должны понимать, что в договоре все у вас должны быть подписаны. Договоренность с актерами уже все должны быть четкими. Потому что у меня был случай, когда мы срочно меняли актера, и после он играл главную роль, и уже в середине съемочного периода, оказывается, кастинг-директор не подписал договор с ним, и он стал говорить о том, что я буду продолжать сниматься дальше. Ну, то есть он обещал уже, мы по всем договорились, он обещал подписать договор, но физически он его не подписал, и стал говорить, что я стал выламывать нам руки, и стал говорить о том, что я хочу гонорар в три раза больше. Мы не могли его поменять, потому что уже сняли половину, это был очень такой тяжелый, тяжелый, но классный сериал. И актер, мы пошли ему навстречу, то есть мы как-то старговались, пришлось нам заплатить, я не помню, по-моему, в полтора или в два раза больше, ну, не в три раза, как он просил, но больше мы с этим актером, конечно, не работаем вообще, даже если бы нам заказали продолжение, этого актера бы не было у нас. Соответственно, каждый продюсер, наверное, составляет свой черный список. Моим актерством списке там он не очень длинный, в нем три человека. Такую практику приходится применять, потому что если, грубо говоря, во время съемочного периода не подписаны договора, это было упущение кастинг-директора, то, ну, у нас есть как бы проблемы, и эти проблемы желательно избежать. Соответственно, съемочный период, я вам скажу по ощущениям, как продюсер, даже если продюсер не находится каждый день на площадке, даже если он в это время занимается еще какими-то проектами, я вам скажу, что съемочный период – это всегда чуть-чуть такой период, немножко стресса. Ты знаешь, что у тебя снимается где-то проект, и на каждый звонок ты прям понимаешь, что обычно никто не звонит, не говорит, у нас все прошло хорошо, замечательно, и все идет идеально, даже с сопряжением срока. Обычно никто не звонит с такими сообщениями. Обычно звонят, что вот есть проблема, что вот то не так, и этот виноват, и то, и все это из-за того, и так далее. Поэтому съемочный период для продюсера всегда немножко такой период стрессов, либо ожидания стрессов определенных. Ну, с другой стороны, это наша работа. Ну, в принципе, это все о съемочном периоде. Надеюсь, какую-то полезную информацию я с вами поделился. В следующем видеоблоге мы будем разговаривать и обсуждать, что такое окончание съемочного периода, или так называемая шапка, или банкет, который ждет вся группа. С вами был видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Пока.